Доброго времени суток, друзья, здравствуйте! Сегодня продолжаем о экзотических фруктах говорить. Фрукт экзотический, который называется личи. Этот личи, родина его, польза и вред для нашего организма. Немного значит история. Этот экзотический фрукт полюбился нашим почитателям, значит, отдыхающим, которые отдыхают в азиатских странах. Очень он полюбился им. Ну, он у нас может быть в крупных супермаркетах. Вот этот красный плод. Посмотрите, какой он. И там внутри вот эта мякоть кушается, и внутри орешек не кушается. В общем, я сегодня буду говорить вам о пользе этого фрукта экзотического. Очень полезный, друзья. Ну, прям столько витаминов, особенно группы В просто кладезь. Практически весь витамин В, кроме 12-го. Ну, и так, порядочек. Значит, родина, как я говорю, Юго-Восток, Азия, Китай, Япония, Южная Америка, штаты Южной Америки. В общем, в народе его могут называть еще Глаз Дракона. Китайская слива. Посмотрите, он и похож на Глаз Дракона. Китайская слива. Так что, и сейчас я вам покажу, как это дерево выглядит. И сразу перейдем о составе. И немного скажу, значит, вкус, значит, железообразная такая мякоть, полупрозрачная, видим, благодаря своему кисловатому, сочному вкусу. Вкус прекрасно удаляет жазу. В нем много воды. Поэтому он прекрасно подходит для жарких стран. Кому-то он напоминает ананас, кому-то клубнику, кому-то кивик, даже виноград кому-то. Так что, сейчас покажу и перейдем к химическому составу витаминов и минералов, друзья. Вот смотрим, значит, дерево. Вот перед вами вот такое вот дерево. Вот так оно растет. Оно низкое. И вот эти плоды висят. Красота. Просто красота. Ну и так по порядку. Значит, я говорила про состав. Значит, состав. В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9. Ну, 12 нет. Значит, С, К, П, П. Минералы. Железо. И йод, друзья. Калий. Кальций, магний, марганин, смесь, натрий, серо. Сера. Это, друзья, серо. Не в каждых фруктах есть серо. А здесь серо. Посмотрите, какой фосфор в ТОР. Не даром наши сожители, которые ездят в эти страны, азиатские, Китай и так далее. Но у нас оно тоже продавалось. Но наше почему-то не так. Но его очень транспортировать сложно. Он быстро портится и так далее. Далее, значит, у него много воды, я сказала. Значит, 171 миллиграмм на 100 грамм. Вот сколько там воды, то есть калия. Этот продукт полезен у кого, значит, проблемы с сердцем и пониженным гемоглобином. Там находится 70-80% жидкости. Ну и есть немного там и жирных кислот. Омега-3 и 6, сахара, пищевые волокна, бельки и углеводы. Вот какой фрукт полезный. В восточной медицине его применяется, его используют как вещество, то есть в состав продукта входит в вещество олигонол. Он является антиоксидантом. И это вещество олигонола еще борется с заболеванием онкологическим. Поэтому, друзья, кушайте, когда бываете там. Также его добавляют во многие БАДы для улучшения сосудов. Так что он еще применяется и в медицине. Вещество помогает справиться с синдромом холодных конечностей. Значит, слушаем, друзья, калории. 65 калорий на 100 грамм. Суточная норма кушать их. Значит, доза. Не надо перебарщивать ни с каким фруктом. Значит, суточная доза леча для взрослого населения. 10-12, для детей 3-5. Поэтому не перебарщиваем. Значит, полезные свойства леча. Что оно нам дает для организма? Оно нас повышает защитную форму организма. Функции организма обладает отхаркивающим свойством. Профилактика лечения рака, друзья. Укрепляет сердечную сосудистую систему. Повышает эластичность. Борется с малокровием. Анимеет. Выводит лишний холестерин. Устраняет запоры. Тонизирует. Уталяет жажду. Является афродизиаком. То есть повышает потенцию у мужчин. Укрепляет кости и зубы. Стимулирует работу головного мозга. Лечит. Лечит высыпание у кого оспы. Посмотрите, это вообще кладезь. Поэтому, друзья, наслаждаемся этим фруктовым лечием. Значит, из косточек и листьев растения тоже изготавливают чаи. Вот, например, лечебные отвары готовят из косточек и листьев растений. Помогают средства при неврологии. От косточек обладают согревающим эффектом. Расщепляют жиры. Лечат горло. Заболевания дыхательной системы. Его часто можно увидеть на прилавках в чайных магазинах. То есть вот эту косточку можно увидеть. Так что все от, что называется, от корней до цветков, все пользуются. Листья и почки лечи собираются и скручиваются. Ну, как обычно, с ферментированием. Небольшие шарики и сушатся. После заваривают в чай. Цветки. Это изюминка напитка у них считается. Целительный, элитный такой аромат. Весьма насыщенный аромат. Так что, друзья, если вы там будете, то покупайте чаи вот эти вот. Ну, их можно назвать травяными. Или какие-то ароматные вот эти чаи покупайте. И с личи. Ну, вообще, можно и заказывать уже вот эти чаи. Все, но сейчас можно заказать. Так что, я вам сейчас не буду говорить. Ну, расскажу один рецепт только. Значит, для горла. И несколько рецептов вообще-то расскажу. Вот, значит, против онкологического заболевания. Что делать? Одна столовая ложка на литр воды. Настаивать и применять два раза, два-три раза в день. Вот так что для онкологии очень полезно. У кого проблемы, можете заказать. Любой вид, в смысле, или, ну, я вам прямо рассказала, что листья ферментируют, косточки продаются. Пожалуйста, закажите. И профилактика онкологического заболевания. Значит, так, естественно, есть противоказания. Противоказания немного. Ну, индивидуальная непеременность, естественно, беременность и почечная недостаточность. Подагра и детям до трёх лет. Видите, совсем немножко, буквально пять пунктов. Значит, ну, и, естественно, не злоупотреблять тем, у кого диарея и метеоризм. И не увлекаться косточками. Всё в меру. Консультироваться с лечащим доктором. Косточки могут быть ядовитые. Да любая косточка, любую сливу возьми, тоже ядовитая. Если вы съедите десяток, то нужно тоже в меру 3-5 от возраста, от веса и так далее. Так что, друзья, я ознакомилась с таким экзотическим фруктом, как личи. Так что, друзья, наслаждайтесь фруктами. Пользуйтесь здоровыми природой. Здоровьем здоровья. Ещё раз здоровья. Берегите себя. Пока-пока. До новых встреч.